здравствуйте уважаемые телезрители ну что ж прежде представлю вам наших сегодняшних гостей в центре студии в центре наших событий сегодня наталья бузько заслуженная артистка украины педагог актриса театра маски и наталья розынкова на специалист европейской конфедерации психоаналитических психотерапии штаб-квартира который находится в вене в австрии также член украинского союза психотерапевтов обучающий психоаналитика детского психоаналитического общества и преподавателя детского психоаналитического института темой сегодняшнего нашего разговора будет раскрепощение наверное одна из важных таких вещей составляющих потому что вот избавление от каких-то сжатости до вот от жизни в какой-то вот за какими-то таскать стенами в каких-то контурах это не всегда комфортно надо как-то находить пути чтобы выходить из этого состояния я посмотрела значение слова раскрепощения но для себя я сказала тогда от чего-то из какой-то крепости выйти внутренней крепости но еще интересное значение слова раскрепощения это освобождение от зависимости то есть когда чек освобождается от каких-то тяжелых форм зависимости это освобождение раскрепощения еще вот такой смысл помимо того что вы сказали но существуют какие-то тренинги я не знаю или может быть какая-то литература которая может помочь человеку как самоучитель раскрепощения есть так если под эти точки зрения психоанализа то в двух словах очень популярная скажу так что наша психика состоит из из частей одна из частей нашей психики она формируется в результате запретов наставлений приказов указов наших родителей людей тех которые нас окружают в детстве то есть мы же рождаемся с психика еще не до формирование сформированной и вот постепенно эта функция эту функцию мы приобретаем и если эта часть очень строгая или как мы говорим жесткая тогда человек действительно живет как будто в крепости как в каркасе каком-то и безусловно психоанализ этим работает по раскрепощению то есть ну это другая терминология нашей профессии но если простым русским языком сказать то освобождение вот этого родительского ига когда мы вынуждены знаете был такой интересный случай когда человек говорит хлеб всему голова задаешь вопрос почему не знаю это как раз про это да то есть такие установки внутри человека которые заставляют его так или иначе мыслить так или иначе поступать но здесь не может быть определенного конфликта может быть между с одной стороны вот эти наставления вот это воспитание вот не делай потому что перед другими будет стыдно да какие-то внутренние запреты естественные то есть какие-то культурологические да наверное вот душевные духовные конечно но потому что раскрепощение а дальше расхлябанность а дальше вседозволенность получается вопрос в степени да степень суровости этой нашей части психической то есть когда ребенки здоровый ребенок это одни поседа не послушный активный веселый это значит здоровый ребенок но когда на этого здорового ребенка идет очень сильное давление все нельзя туда не ходит это не одевая игрушки не разбрасывай здесь не делает тому что не говорит у ребенок в общем как бы потом и здорового ребенка превращается в очень закрепощенного ребенка в нашей терминологии говорить сегодня что потом эти дети наташ приходит а потом с ними занимаемся как-то снять с них все эти зажимы все вот эти вот то есть это относительно с одной стороны это полезные какие-то запреты а с другой стороны если перегнуть палку то это может превратиться в такое ну какие-то они лишние будут мешать ну вот я еще подумала что у каждого человека особенно вот в определенном возрасте бывают какие-то некомфортные ситуации где ты себя очень закрепощенно чувствуешь это неизбежно это естественно но наверное многие задумываются стремятся к тому чтобы свести к минимуму подобные ситуации чувствовать себя как-то более или менее комфортно с людьми с незнакомыми людьми или выступая перед публикой иногда бывает нужно и вот тут тоже нужно раскрепощение я сам человек он сам по себе не сможет не сможет наверное справиться со своими комплексами если человек попадает необычную ситуацию предположим попадает в новый коллектив никого не знает не знает как себя вести все у него уже так сказать напряжение напряжение все прячется внутрь и так далее или предположим пригласили на роль совершенно незнакомый режиссер до новое выскать новый состав актеров с которыми тоже надо как-то претереться ведь есть тоже но не отторжение но вот такое к этому настороженность наверное да ну мне кажется что может быть мы не знаем как себя вести в какой-то ситуации мы не знаем как себя вести так на всякий случай так зажимаешься и ждешь как она там дальше произойдет вдруг это именно этот случай да такое может возникнуть безусловно сам человек может ли справиться я думаю что да в каких-то случаях какие-то люди которые склонны к анализу к самоанализу к анализу ситуаций могут справляться наверное постепенно но во первых опыт есть еще опыт то есть ты в одной ситуации как-то так себя чувствовал в другой и делаешь какие-то выводы чему-то учишься изучаешь себя других людей от чего это возникает то есть в каких-то случаях это может быть я подумала что например иногда если мы переживаем мы вот мы собираемся либо выступать где-то презентовать что-нибудь в какую-то компанию или к режиссеру и переживаем наверное можно заранее продумать а как как это будет происходить подготовиться если это какое-то выступление то хорошо подготовиться если да и еще один момент настроиться так что то что вы будете допустим презентовать то что там вам нужно будет рассказать всем будет интересно к вам относятся хорошо такой вот настрой тоже важный есть еще много пунктов достаточно много пунктов и вот я подумала что если такая ситуация вы подготовились вы как-то мысленно прорепетировали приходится все пошло не так тут уже искусство импровизации ну на это уже категории такие более высшие но ведь часто свете мы сталкиваемся с такими ситуациями когда бываешь там предположим не заслуженно обижен там или тебя подначивают как-то там как-то поддергивают да и вот вот что-то запало вот в душу в сердце да вот какая-то реплика брошенная вскользь и вообще у человека же может быть не придавал тому значения вот а потом полночи не спишь и начинается внутренней монологии спора но это же не так на самом деле вообще выпускать я подразумевал вот это и хотел сделать вот так вот вот ну почему же так оцениваете меня то есть бывает же вот такие вот состояния когда человек просто погружается в себя и все и потом а потом опять возвращается там предположим в этот в этот же пленэр да в этот же коллектив вот оно все как-то отходит нет смелости все-таки отстоять свое эго в конце концов свое я смотрите да как фрейд сказал все мы родом из детства то есть когда мы попадаем в ту ситуацию которую вы только что описали то в общем-то это обижается наш внутренний ребенок что его незаслуженно обидели там назвали как-то как они поняли не поняли не оценили то есть в общем-то как справиться самому можно задать себе вопрос а что происходит то есть почему я взрослый человек так среагировал на в общем-то поступки людей ну может быть не очень воспитанных да если они позволяют себе какие-то оскорбительные вещи и здесь люди которые все это переживают просто как горохом об стенку они просто не обращают на это внимание я вот кстати и вел к тому что родом из детства и вот в детстве кстати в школе часто случаются такие ситуации ведь дети они как правило бывает безжалостно они придумывают какие-то клички ну а буллинга вообще не будем говорить это отдельная тема да вот но дети вот это маленькая такое старые такие зверьки которые безжалостные они промашек не не прощают но посмотрите если ребенок которого обидели в школе приходит домой и жалуются родителям вот тут важно как поведут себя родители если они скажут ой то слушай но ничего страшного там ты главное техника сиди и не высовывайся и в общем все они не дали возможность ребенку защитить себя а если родители начинают выяснять да почему это произошло что произошло почему тебя так назвали а часто ли это бывает а что это за дети которые тебя назвали то есть входят в ситуацию и как бы получается на стороне ребенка тогда ребенку гораздо легче понять что происходит и защитить себя но или родители может быть помогут выйти из данной ситуации ну и существует уже институт школьных психологов и правда не знаю насколько они ну в некоторых школах я знаю очень эффективно работает но наверное все таки еще не пока не везде ну я думаю что это здорово руководитель тоже должен принципе классный руководитель она больше знает об этих взаимоотношениях между детьми нежели те же родители там но все-таки я думаю что если говорить о той части психики о которой я говорила в начале это очень важна реакция родителей один родитель скажет а ты пойди и ударь а другой родитель скажет нет а ты отойди в сторону и вообще делай вид что этого не произошло чтобы тебе не говорили как бы тебя не нас не обзывали ты ничего не делай третий родитель постарается помочь своему ребенку и разобраться в ситуации и вот от этого и зависит в будущем как сильно нужно будет раскрепощаться но от ребенка же тоже ограничено зависит то есть если он будет на это реагировать обижаться вести себя как как обижены до этого наверное спровоцирует и дальнейшие такое поведение детей и вот тут наверное нужно помочь ребенку перестроиться почувствовать себя спокойнее по-другому к этому отнестись ну что ну вот так они себя ведут ну сами дураки извините мы не знаю что это в этом роде но всяком случае не чувствовать себя обиженную то есть не попасть под ситуацию стать над ситуацией но ты сейчас говоришь о ситуации когда ребенок чувствует себя защищенным за его спиной стоят родители если ребенок может сказать то не буду я на них обращать внимание до что они мне сделают и подспудная мысль если что папе пожалуюсь да или маме пожалуюсь этот ребенок сможет себя отстоять я не спорю я как раз за то что родители выслушивать детей вникать в ситуацию должны и это уже помощь ну что так потому что у детей часто вот эти вот перепалки переходят может быть немножко примитивно это дело но там типа а у меня вот папа и ассора да а у меня папа танкист а у меня дедушка летчик приедет твоего танкист разбуду и так далее то есть у них бывает вот то есть они где-то пытаются находить какие-то аргументы в своем социуме среди своих родственников чтобы как-то отстоять свои баррикады конкурировать родителями ну мы так больше а дети начали говорить но все равно вот внутреннюю свободу как ее обрести если человек в тупиковой ситуации бывает такое может быть нет там подруги нет друга с которым можно было бы поговорить там или в церковь батюшки сходить исповедоваться предположим как самому справиться я думаю что если нет подруги и нет друга то задать себе вопрос а почему у меня нет подруги или друга это первый вопрос я лично поступаю в таких ситуациях задавая себе вопрос а почему я попала в эту ситуацию почему так получилось что я вот мне сейчас так больно то есть я пытаюсь найти истоки этой боли причину причину этой боли но опять же далеко не все могут опять же прийти к психотерапевту прийти к батюшке даже к родителям не все могут подойти до возможно тут наташина профессия очень помогает раскрепощаться через тело до через актерское мастерство да разные способы есть как помочь тебе как разобраться что происходит я подумала знаете что мне пришло в голову сегодня практически уже же мысли да что человеку хорошо было бы обращать внимание на свое тело свой ум и свою душу уделять им внимание тело чувствовать их понимать ну вот такой контакт чтобы был несмотря на то что мы сейчас очень загружены куда-то бежим звоним но все равно можно найти время тело что это и питание и сразу все говорю хочу все сразу сказать попробую вкратце и питание например у нас есть какие-то определенные привычки стереотипы поведения просмотреть а сегодня мне подходит то что я привык есть или в этом месяце или в этом году или пить что еще нужно моему телу а вдруг мне нужно вот все бросить и пойти вдоль моря походить и подумать а может быть мне нужно 20 минут включить музыку и потанцевать но у разные варианты разные люди у каждого свое но со своим телом контакт иметь очень важно душа что вот конкретно моя душа что она любит она любит музыку она любит тишину книжку почитать время можно найти но всяком случае периодически прислушиваться мне кажется когда мы себя чем лучше мы себя знаем тем больше это нам поможет комфортно себя чувствовать в разных ситуациях вот и надо наверное понимать надо действительно немножко как-то стране на на со стороны на себя смотреть потому что волей-неволей у нас ну и в голове и в душе она зашлаковывание происходит да то есть накладывается ситуация одна на другую сегодня буквально я шел на эфир переходил через дорогу на зеленый свет светофора а там зеленая стрелочка направо повернут и этот водитель на меня даже не у меня чуть не сбил я конечно отпрянул но у меня уже все у меня уже внутри вот козел чушь ты вот так вот рубль еще очень мягко это сказать да а в маршрутке предположим кто-нибудь там тебя оперся предположим там наступил на ногу вот а в магазине нахамила продавщица еще и обсчитала причем в наглую вот и все и дальше все поняли дальше крыльную не то что крышу рвет на дальше уже человек начинает вот чувствовать какое-то загрязнение вот это вы понимаете зашлаковывание своих и для этого нужно нужен катарсис для этого нужно очищение вот кстати достаточно профессия нужно идти в театр но почему как не не в театре предположим или после прекрасного концерта мы выходим мы как как заново родились вот мы прожили вот эту историю которую нам с котлец идеи показали мы себя где-то кем-то почувствовали в этой вот историю в этом сюжете в этом романе и уже стало почему многие люди присели на сериалы вот они смотрят тогда это тоже как-то немножко отвлекает вот так повседневных вот этих него разных таких зажатостей своих только вопрос то в том что не все могут дойти в театр также как и в церковь так вот психотерапевту да я вот об этом говорю нужно найти минутку а иногда полтора часа и пойти в театр ну или я бы я просто наверное имею ввиду то что человек есть люди их достаточно много которые дело даже не в минутке дело в том что есть что-то внутреннее что не позволяет им пойти обратиться за помощью вот те ситуации которые александр говорил там маршрутки обтерлись водитель чуть не наехал до машина ведь в принципе это нормально это выдать обратно обидчику адекватную агрессию то есть тому кто обтяжу сказать ты вообще что ты думаешь что ты делаешь почему там ты позволяешь себе так со мной обращаться я так не и в ответ получить порцию хамства а вот это уже я вот не совсем согласна у нас было такое упражнение выбить человека из его настроя если он тебе хамит ну вот мы так такая импровизация что ли сказать ему что-то такое что его просто собьет смысле то есть что-то совершенно неожиданное вообще не по теме ну как вариант я понимаю что можно допустим ответить и может быть это сделать допустим мягче ну чтобы немножко изгладить эту ситуацию либо что-то неожиданно можно иногда даже не ответить ну наверное этот характер я просто думаю это зависит очень от чувствования себя и от чувствования ситуации мы тогда возлюби ближнего своего как самая себя то есть мы любим других через себя полюбив себя мы чувствуем других почувствовав себя если конечно обидчик там или какая-то другая ситуация которая осложняет жизнь неадеквате но на меня несется человек с ножом но я конечно не буду ему в уфе как бы рассказывать что он не прав руки в ноги и бегом мир из своей истории это 90-е годы были лихие 90 вот мы тогда жили на молдаванке на ближней молдаванке на южной вот и в принципе в округе всех наших бандитов алкоголиков наркоманов я прекрасно знал они меня хорошо знали потому что но это же молдаванка мы все друг друга знаем поэтому а у меня тогда просто делали утренние ранние эфиры поэтому я с вечера много монтировал то есть освобождался в 12 час ночи обычно шел домой по этой молдаванке пустой и как-то ну явно залетные не не наши не местные мне поставили на нож вот то есть представили горло нож и там гони деньги и так далее я не знаю для кэши перепугался страшно вот но меня понесло я начал быть ребята вы знаете где вы находитесь не вернили на молдаванке а вы знаете кто на молдаванке ну бени крик миша япончики так вот бени крик никогда не грабил две категории людей это журналистов и музыкантов я журналист музыкальном образовании у них умоле челюсти вот если спокойно посолок а если потом пришел домой на мяте пола так снова оценили успели оценить ситуацию насколько она опасна насколько вы можете себе это позволить а кроме него и тогда нельзя еще и возмущение эти скажу что это несправедливо журналисты артисты музыканты и врачи их не грабят мне кажется это просто несправедливо это твое состояние да было бы другое состояние другой человек и все совсем по-другому было еще одна ситуация я иду белым днем разговариваю с сыном по телефону то есть это святое и тут идут какие-то не совершенно невменяемые люди подходит девушка и пытается забрать у меня телефон так сила естественно хватает его и забирать но от этого возмущения я говорю я разговариваю что что вы делаете это несправедливо это неправильно я разговариваю еще и с сыном как это можно у меня телефон забрать но тут немножечко такая драчка получилось и телефон я не отдала в другой ситуации я бы поступила по-другому я бы не стала наверное там драться защищать себя в другом состоянии или в другой ситуации а тут справедливо заметила от внутреннего состояния от внутреннего это действительно чувствовать себя нужно и понимать что для тебя важно какие приоритеты в жизни да и тогда ты чувствуешь опять же если не мешает эта структура в нашей психике которая говорит нет-нет вот лучше отдай как учили родители но опять же от ситуации если совсем не хорошая ситуация ты чувствуешь лучше убежать отдать не знаю но бывает раз такое да ну а как вот как определить вот как почувствовать себя в стрессовых ситуациях просто в жизни вот как почувствовать понять вот мои потребности вот такие мы желания вот такие я вот должен вот так вот жить не закрепляю получается что вот то что ты говоришь что я хочу как я хочу жить это мне кажется нужно периодически к этому приходить потому что очень много информации нам вкладывают в голову вот ты хочешь пылесос ты хочешь 18 кремов для лица ну и так далее у тебя должна быть яхта вот а на самом деле не факт у тебя совершенно другие может быть желание и это нужно постоянно к этому возвращаться а я правда это хочу а что на самом деле такой важный момент я думаю сейчас речь идет об идентичности то о чем мы говорили прошлый раз когда у человека есть его идентичность кто я что я смысл моей жизни для чего я живу кто там мне близкий человек тогда он понимает приоритеты может выставить ну давайте извините делать у нас полминуты до окончания эфира и так где нам черпать эту информацию читая специальные книги по психологии там или какие-то лекции посещать или обращаться к психотерапевтам вот что делать кому что кому-то наташи но он приходит за раскрепощение в том числе кому-то в наш институт на уроки какие-то ленин кстати по искусству очень интересные лекции театр обязательно с собой знакомиться непременно что кому-то психотерапевту кому-то в церковь важно найти свой путь не забыть пошутить продавщица спасибо вам огромно еще раз на в гостях были наталья босько заслужена артистка украины педагог актриса театра маски и наталья бы разенкова специалист европейской конфедерации психоаналитических психотерапий член украинского союза психотерапевтов обучающий психоаналитика резко психоаналитического общества преподаватель одесского психоаналитического института если что идите учиться в этот институт вы справитесь со всеми проблемами. Спасибо огромное. Я думаю, что мы будем продолжать наши темы, наши беседы. Так что, я не знаю, надеюсь, для пользы наших зрителей. Спасибо.